Здравствуйте! С вами Роман Выстараб в эфире Дзержинского 102. Любимый праздник многих – День Победы – отмечает Ставрополь 9 мая. В этот день мы вспоминаем ветеранов, отдаем дань памяти погибшим на войне, вспоминаем те страшные события и благородство наших воинов. Сегодняшний выпуск посвящен великому празднику. Кто может достоверно рассказать о событиях минувших дней? Конечно, очевидцы, участники Великой Отечественной войны, ветераны. Мы записали с нашими земляками несколько интервью. Они прошли войну, а в мирное время продолжили службу в милиции. Сегодня расскажем о службе Ивана Казачка и Василия Бутова. Вся жизнь ставропольца Василия Петровича Бутова прошла на службе. Сначала война, потом граница, а вернувшись домой на Ставрополье, пошел в милицию, чтобы защищать родину от преступников всех сортов и мастей. Говорит, работа интересная, есть что вспомнить. Война для Василия Петровича началась 23 февраля 1943 года, когда его вместе с братьями призывали на фронт. Рославу-Новобранцу быстро нашли задачу. Я был высокий, стройный такой. Меня сразу взяли, повели в военкомат и сказали, вот мы вам даем, добавим пакет, посылаем вас в Нью-Намыск. Сейчас транспорта нет, вы такое делаете, вы знаете, что телефона нет. Доставите пакет в Нью-Намыск военкомат. Я, повторяю, что так и шел пеший, да доставил. А когда вернулся, его часть уже ушла. Вместе с другими сослуживцами ушли и оба брата, а Василия Петровича направили на 2-й Украинский фронт. По дороге вражеская авиация разгромила состав, и взводу пришлось догонять свои части. Снова пеший переход, да еще и в неудобных американских ботинках. А ботинки дали американские, железные, топопотковые, горе. Идешь, и идешь, и ничего, как провал, и невозможно поподниматься. А потом началась фронтовая жизнь. Отбили Николаев, пошли через границу до самой Румынии. Там долго ждали эшелон с боеприпасами и провизией. А затем нашу армию было уже не остановить. Города и страны так и мелькали перед глазами. Чехословакия, Венгрия, Австрия. Через одну границу, потом другую, третью. Василий Петрович награжден Орденом Отечественной войны. Медалями за оборону Кавказа, за взятие Будапешта, за взятие Вены и другими. За боевые заслуги Василию Петровичу дали долгожданный отпуск домой. Я приехал, надеюсь, вот так вот отпуск удали. А что это, ехали в телячьих вагонах. Пока доехал, 8 дней прошло. Два дня побыл, я опять надо умер. Я уехал опять. То меня еще раз награждали, чтобы это, в Ботуском. А я отказался, я не знаю, чтобы намутить больше этих вагонов. День Победы Василий Петрович встретил в Австрии. 12 апреля 1945 года наши войска освободили Вену. И вместе с союзниками организовали парад. Первые пошли, шотландская армия пошла, в этой юбочке такие были, плехировки. И они просто четыре человека встали и порастянулись, как гуси. А мы как стали нашей ромбой. И так, и так. Он кровью, как на плечо взяли. Австрица кричала с балкона. Русский молодец, красиво! А на параде 9 мая союзные войска, вспоминает ветеран, уже переняли наше построение. Научились. До 1949 года Василий Петрович нес службу на границе. И демобилизовался только через 4 года после окончания войны. А потом сразу пошел в Ставропольскую милицию. Даже отдохнуть с дороги не успел. Сначала охранял Госбанк, потом Дом Советов. В отставку вышел в 1976 году. Василий Петрович гордится, что всю жизнь не пил и не курил. А на освободившиеся деньги построил для своей семьи дом. Он воспитал двоих дочерей и пятерых внуков. Уже подрастают правнуки. Когда началась война, Ивану Семеновичу казачка было 17 лет. Великая Отечественная застала его в родном хуторе Раздольном Ростовской области. В 1942 году вместе с еще 12 новобранцами он ушел на фронт. Дорога к месту дислокации проходила через Ставрополье. Идти приходилось по ночам. Днем их группа часто попадала под обстрелы и бомбежки. Иван Семенович вспоминает, что некоторые местные жители уговаривали их не идти на фронт. Совсем еще дети сгинут ведь на войне. Женщины выходили. Дети, куда вы едете? Немец живет, бомбит вас все. Вы восстанавливаетесь. Мы вас упримем, как сыновей. Да и секретарь местной комсомольской организации не увидел в побеге ничего зазорного. Прячьте, мол, документы и идите домой. Война закончится, разберемся. На кого-то уговоры подействовали. И однажды отряд недосчитался бойцов. Утром две подводы только, значит, осталось. Я и еще один Николай. А те исчезли. Они, кажется, махнули домой. По военно-грузинской дороге оставшиеся бойцы добрались до осетинского Сталинира, где новобранцы проходили первичную военную подготовку. Закончилась учеба в Баку, куда было эвакуировано Грозненское военно-пехотное училище. В звании младшего лейтенанта Иван Семенович отправился на фронт. На передовой ребят первым встретил старшина. Опытный вояка точно знал, что нужно оголодавшим с дороги новобранцам. В тылу так не покормят. С продуктами все было. И рыба, и мясо, и колбаса, и все. А мы в училище, конечно, нас кормили по военному времени. Мы молодые, голодные. Но старшина там пожилой такой. Ребята, кушайте, всего хватит. Но постепенно. Молодых лейтенантов откормили и отправили на передовую. К окопной жизни привыкли быстро. По-другому и не получилось бы. Враг совсем рядом. В рукопашную не шли, но гранатами перекидывались. Передовая немецкая наша. Мы против друга 40 метров. Наши гранаты, лимонка тяжелая. Мы кидали на них. А в них легкие такие, деревянная ручка. Точно свернуть и далеко летит. Впрочем, немцы были так близко, что все равно доставали. Иван Семенович участвовал в боях за Малую Землю в освобождении Анапы. Тогда он был тяжело ранен. Когда добрался до госпиталя, половина ноги уже почернела. Врач молодая, девушка, говорит, будем ампутировать. Я этого слова не знал, что такое ампутировать. Я говорю, а что это такое? Будем резать. Я говорю, мне в 19-й год пошел только. Что я буду делать со мной-новой? Ну, успокойтесь. Если можно будет, спасем. Своё слово доктор сдержала. Ногу действительно спасли. Но на фронт Иван Семенович больше не вернулся. Был комиссован по ранению. Дома и узнал, как сложилась судьба его недошедших до передовой товарищей. А эти, которые 10 человек, приехали и, в общем, жили. Самогон купили, поженились многие. Наши зашли, и за ребра, и больше всего. И так поныне, не знаю, где они и что с ними. Короче, был приказ за дезертирство расстреливали. А сам Иван Казачко за мужество и храбрость был награжден орденом Отечественной войны второй степени, орденом Красной звезды, медалями за боевые заслуги и Нахимова и многими другими. А в послевоенные годы работал в милиции. Отдал службе 15 лет. В 1961 году вышел в отставку званий майора. Совсем недавно Иван Семенович отпраздновал 95-й день рождения. Но остается бодрым и оптимистичным. Шутит, что пятый этаж спасает. Туда-обратно 100 ступенек. Какая-никакая офискультура. Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой. Это строки из известной песни. А ведь действительно, так и есть. Та война никого не обошла стороной. Дети и внуки сотрудников Ставропольской полиции вспоминают своих победителей. Мой отец Дроботов Иван Петрович. Участник Великой Отечественной войны. Родился 21 июня 1920 года в Кочебиевском районе в селе Богословском. Был признан в ряды Красной Армии, будучи студентом 3-го курса Терского сельскохозяйственного техникума Кабардино-Балкарии. 40-й год. Принимает присягу 7 ноября. И в годы, так скажем, службы уже начало Великой Отечественной войны был в погонах. Всю войну прошел. Прошел до 45-го года. И потом еще 2 года сверхсрочной службы. Завершил в звании старшего сержанта, начальника по дистанции. Вся жизнь его, так скажем, армейская была связана со связью. И он это оставил в жизни навсегда. Из того, что рассказывал о войне, наверное, яркое такое событие, это когда он получил ранение. Буквально несколько слов об этом. Не любил рассказывать, но тем не менее. Сынок, ты понимаешь, когда идет бой, ты не ориентируешься, ты, в общем-то, сконцентрировался на каких-то моментах. И он понял, что он ранен тогда, когда ощутил хлюпающий сапог. В общем-то, что там у него просто кровь. Об этом, в общем-то, ну, как можно предугадать, увидеть, услышать и так далее. Это ярко, это сложно, это впечатлительно. После войны, после войны, окончания, он продолжил, я повторюсь, он продолжил службу в войсках НКВД. В 47-м году, 30-го декабря, демобилизовался. Закончил техникум и уже в мирное небо был агрономом в Кочебеевском районе, в колхозе имени Ленина. Мы свято храним память о нашем отце, о моем отце, о нашем дедушке, о прадеде. И мне кажется, что это очень важно, в каждой семье мы должны это сохранять. Я помню, я горжусь. Полевода Василий Никитович, 20-го, 08-го, 1922-го года рождения. Мне не посчастливилось встретиться и пообщаться с дедушкой, хотя он и сам не любил говорить о войне. В 19 лет, в 1941 году, полевода Василий Никитович был призван на военную службу Нальчинским военкоматом Кабардино-Балкарской республики. Местом его службы был 1037-й артиллерийский полк, 23-я стрелковая дивизия. Красноармеец полевода Василий был радистом, прошел всю войну, Дослужился до должности командира радиоточки, артиллерийского полка в звании младшего сержанта. Под Вислой в Венгрии был ранен, попал в госпиталь. По выздоровлению направлен в танковое училище города Киева, которое успешно окончил. За проявленное мужество и отвагу был неоднократно поощрен Президиумом Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. Из них такие поощрения и награждения, как медаль за оборону Сталинграда, медаль за отвагу, медаль за боевые заслуги, два ордена Красной Звезды, медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Проявление мужества и отваги, обеспечение бесперебойной радиосвязи спасло не одну жизнь. Вернувшись домой в 1946 году, полевода Василий Никитович решил посвятить себя службе в российской милиции в качестве оперативного сотрудника. На заслуженный отдых полевода Василий Никитович ушел в 1970 году в звании подполковника милиции и в должности заместителя начальника уголовного розыска по Кабардино-Балкарской республике. Умер он в 1978 году. Подломленное здоровье на фронте не позволило остаться с нами, увидеть внуков. После смерти полеводы его друзья-фронтовики по крупинкам собирали сведения о жизни и военном времени и в 1994 году написали книгу «Однополчане». Книга эта посвящена сынам Кабардино-Балкарии, однополчанам, тем, кому в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах довелось служить и воевать в 203-й стрелковой дивизии. Я помню, я горжусь, служу России. Советский народ мужественно вступил в смертельную схватку с агрессором, выдержал выпавшие на его долю бессмертные испытания и вышел победить. В этой войне участвовал и мой прадед Ганченко Григорий Тихонович. Родился Григорий Тихонович на Дальнем Востоке Ламурской области в далеком 1923 году. Еще ребенком его семья переехала в Ставропольский край, в Курской район. В 1941 году его призвали на фронт. Однако сражаться с немецко-фашистскими оккупантами доводилось не где-то на западных границах нашей Родины, а на Северном Кавказе. После соответствующей подготовки он и другие красноармейцы были переброшены в составе разведывательной роты с Силкового полка в город Моздок, где он и получил боевое крещение. Молодому солдату служба давалась легко. Еще бы! Крепкий деревенский парень. Радед быстро освоил премудрости солдатской науки. Участвовал в освобождении нашими войсками города Нальчика и других южных городов Советского Союза. Спустя время молодого бойца отправляют в Московское огнеметное училище, после окончания которого он в звании младшего лейтенанта попадает на Третий Белорусский фронт, где штурмом вооруженной силы Советского Союза взяли город-крепость Кёнигсберг и другие хорошо укрепленные районы Восточной Пруссии. Вернулся прадед на Родину в конце 1945 года в звании старшего лейтенанта. Женился сразу. Вместе с прабабушкой вырастили двоих детей. Всю жизнь трудился комбайнером. Мой прадедушка являлся уважаемым человеком. К его мнению прислушивались и взрослые, и дети. Он пережил ужасы войны, сумел вернуться живым, с ранениями, контузией, но оставался верным в своей отчизне. В хуторе Привольный Григорий Тихонович проработал до 70 лет 10 августа 2004 года. Ганченко Григорий Тихонович скончался в возрасте 81 года. Мой прадед был награжден многими медалями. Пересматривая снимок, я понимаю, что победа не стареет. Мне кажется, что мой прадедушка внес большой вклад в победу. Я горжусь им. Уверен, что его пример помог мне стать достойным гражданином своего отечества. Мой дедушка Марков Илья Павлович родился 8 августа 1929 года в станице Троицкой Чечено-Ингушской республики. К началу войны в семье было шестеро детей. Отец и братья ушли на фронт. Дедушка, пока был ребенком, присматривал за младшими, пока мать со старшей сестрой работали. Когда он подрос, тоже пошел работать наравне со всеми. Работали в колхозе. Техники не было, все делали вручную. Скирдовали сено, таскали зерно, таскали картошку на себе. И детский труд от взрослого не отличался. В семь лет пошел в школу. В школе было всего семь классов. После седьмого класса дедушка уехал в Грозный учиться в ремесленном училище. Вечерами он учился в училище, а днем работал на заводе «Красный молот», заменяя собой ушедших на фронт. Все время хотелось есть и спать. С войны вернулись отец, брат дедушки с тяжелыми ранениями. Средний брат признан был без вести пропавшим. В 2008 году обнаружено место его захоронения. Я горжусь тем, что моя семья, мой прадедушка, дедушка, его братья отдали все свои силы на защиту нашей Родины. Я помню, я горжусь, служу России. Мой дедушка Паршин Василий Герасимович прошел всю войну, был призван в августе. 41-го года, попал в плен, прошел 6 лагерей, был освобожден. Сохранил документы и карточку красноармейца, медаль, которую успел получить. И тем самым сразу был призван в армию. Действующий армия был переправщиком на реке Одер. Это было одно из таких ярких его впечатлений, когда он встретил и маршала Жукова. Ну, а, наверное, самое главное, это то, что он встретил своего сына Петра, с которым ночью они посидели, узнали друг друга, что служат в соседних ротах. И на следующий день мой дедушка своего сына похоронил, потому что дядь Петя был пулеметчиком. И рано утром мы уже не освобождали плацдарм на реке Одер. Я очень горжусь своим дедушкой, потому что он очень много дал мне жизненных сил, возможности понимать, что такое наша жизнь, родина, страна, как нужно ее защищать. Я помню, я горжусь. Родился дедушка в 1918 году в селе Арсгир. После окончания семилетки получил специальность автомеханика, а в мае 1938 года был призван на службу в ряды советской армии. Тогда дедушка и не думал, что продлится она долгих 8 лет. Служил дедушка в 37-м танковом полку, который принимал участие в Советско-финской войне, начавшейся в ноябре 1939 года. Он рассказывал, какие огромные потери несла наша армия. Ведь танки, работавшие на бензиновом двигателе, горели как спички. На Ленинградском фронте мой дедушка воевал до самого снятия блокады. Ему приходилось вступать в рукопашную схватку. После переформирования полка дедушка попал в 201-й отдельный танковый полк. Был командиром экипажа среднего танка. Принимал участие в обороне Ленинграда. 9 мая 1945 года дедушка встретил в одном из госпиталей. Рассказывал, что за всю свою жизнь столько радости и подъема духа у людей, как в тот победный день, больше не видел никогда. Это был поистине всенародный праздник. Умер дедушка в мае 1990 года, оставив после себя светлую память у своих трех детей и пяти внуков. Я помню. Я горжусь. Мой прадед Топорков Николай Дмитриевич, 1911 года рождения, с первых дней участвовал в Великой Отечественной войне. Был в звании сержанта, командиром орудия 32-го отдельного дивизиона бронепоездов. В апреле 1942 года был ранен, однако продолжал бить врага. В октябре 1944 года, участвуя в боях на территории нынешней Литвы, он совершил по-настоящему героические действия, за что был награжден высшей солдатской наградой Орденом Славы Третьей Степени. В наградном листе, который сохранился в архиве, так описывался подвиг моего прадеда. 16-18 октября 1944 года в бою орудия товарища Топоркова сделано 270 выстрелов. Прямым попаданием орудия было разбито 3 пулеметных точки, уничтожена батарея батальонных минометов, уничтожена группа вражеских солдат. Кроме того, огнем бронепоезда уничтожены 3 батареи батальонных минометов, 3 группы вражеских солдат, 4 огневых точек, батареи тяжелых минометных снарядов. В бою мой прадед, действуя за наводчика, проявил высокое мастерство артиллериста, личную храбрость и мужество, содействовал общему боевому успеху. После войны Николай Дмитриевич вернулся домой в Челябинскую область. Работал председателем колхоза в одном из районов. Восстанавливал разрушенное сельское хозяйство. Умер в 52 года от болезни. О своем героическом прадеде я узнал о своего отца. Моим же детям, когда они подрастут, об их прапрадеде буду рассказывать уже я. Я помню, я горжусь, служу России. В нашем крае есть далеко не одна улица, названная в честь героев Великой Отечественной войны. Сегодня мы хотим рассказать об Иосифе Родионовиче Апанасенко, уроженце Ставропольской губернии. Его имя увековечено не только в названии улицы в край, но еще района и села. Одна из старейших улиц в Ставрополе – Апанасенковская. Названа в честь уроженца Ставрополья Иосифа Родионовича Апанасенко. Он коренной ставрополец. Родился он в апреле 1890 года в селе Митрофановском Благодаринского уезда Ставропольской губернии. Сегодня это село Апанасенковское, которым оно было названо в 1935 году. Тогда же Идивинский район был назван именем Апанасенко, теперь он известен как Апанасенковский район. Блестящая военная карьера Иосифа Апанасенко началась заурядно. Его призвали на службу в армию. В Первую мировую он заслужил три георгиевских креста, то есть был на одной ступени от звания полного кавалера, образца солдата царской армии. Но грянули революции, и он, натерпевшийся от старой власти и увлеченный новыми идеями, их поддержал. Это решение стало переломным в его судьбе. Советская власть доверяет молодому, но уже отличившемуся военному ответственные посты. Председатель волосного совета и военный комиссар в родном селе. В гражданскую войну вместе с Буденным сражался за советскую власть. Награжден тремя орденами Красного Знамени. Земляки им гордились. И уже в 1935 году переименовали село Митрофановское в Апанасенковское. Все было в карьере Апанасенко. И противостояние с бандами в должности начальника губернской милиции в голодное время. И поездка в Кремль в числе депутатов съезда советов, который принял первую конституцию СССР. И донос в страшный 1937 год. От клейма «Враг народа спас лично Сталин». Накануне Великой Отечественной войны он был назначен командующим Дальневосточным фронтом. Одно из первых и важнейших его решений – проложить шоссейную дорогу длиной почти в тысячу километров – дублер с железной. Железная дорога с полусотней мостов и тоннелей шла возле китайской границы. При условии хотя бы одного взрыва на ней обеспечить переброс войск другим способом было бы невозможно. Дорога протяженностью почти в тысячу километров существует до сих пор. Она стала основной в деле защиты и развития Дальнего Востока. Вообще, во время Великой Отечественной войны Иосиф Апанасенко проявил себя как выдающийся стратег тыла. Когда под Москвой уже сражение, он предлагает Сталину взять 8 дивизий, отправить 8 дивизий с Дальнего Востока, но при одном условии, что железнодорожники обеспечивают зеленый свет. То есть без остановок, если поезда шли по тысячам километров в сутки. И когда со Сталином встречались, Сталин дал разрешение на 5 дивизий. А в конечном итоге, за 1941 год под Москву и потом под Сталинград, с Дальнего Востока было переброшено 23 дивизии. И когда говорят сегодня о сибирских дивизиях, это не сибирские, это были дальневосточные. Но у всех представления, поезда шли через Сибирь, вот они пришли в Сибирь, значит, это сибирская дивизия. Но это, казалось бы, ну, поставил, столько и поставил. Но ведь, посмотрите как, дивизии ушли, дивизии уходили, уходили все время, и оголялся по существу Дальний Восток. Но что он сделал? Он оставлял номера этих дивизий, своим приказом он объявил мобилизацию на Дальнем Востоке мужчин до 55 лет. Апанасенко рвался на фронт, в огонь сражений. В 43-м Сталин внял его настойчивым просьбам. Вскоре генерал армии погиб. Его смерть историки называют чуть ли не случайной и досадной для видного военно-начальника. Прах генерала перезахоронили в Ставрополе. Усыпальница Иосифа Апанасенко расположена в историческом месте города, на Крепостной горе. Памятник благодарными земляками был возведен в считанные дни, а затем и увековечена его память. В 77-м году было возрождено звание почетного гражданина Ставрополя. Генералу армии Апанасенко было присвоено это звание под номером 1 и установлен пилон на аллее почетных граждан. К памятникам Иосифу Родионовичу несут цветы односельчане в селах Дивное и Апанасенковское. А в Белгороде величественная скульптура военно-начальника установлена на вокзальной площади. Там до сих пор существует легенда, что генерал Апанасенко похоронен именно здесь. Одна из главных задач старшего поколения – передать молодым достоверную, неискаженную историю, зажечь в их сердцах огонь памяти и благодарности своим предкам. В преддверии Дня Победы кадеты посетили Музей органов внутренних дел Ставропольского края. В преддверии Дня Победы кадеты посетили Музей органов внутренних дел Ставропольского края. Сотрудники культурного центра Краевого главка организовали экскурсию для учащихся кадетского класса гимназии номер 3 имени героя Советского Союза Леонида Севрюкова. Кадеты посетили Музей органов внутренних дел Ставропольского края в рамках патриотической акции «Пока мы помним, мы живем». Экспозиция музея рассказывает о становлении и развитии региональной полиции в разные годы. Один из выставочных стеллажей посвящен годам Великой Отечественной войны. Здесь представлены награды, документы, фотографии, а также личные вещи, принадлежавшие ветеранам органов внутренних дел, участникам событий тех лет. Экскурсию для учеников кадетского класса полиции провела начальник экспозиции Анжела Терпогосова. Майор внутренней службы рассказала молодым людям о том, как с первых дней войны сотрудники органов внутренних дел смело противостояли врагу. Организаторы считают, что очень важно проводить такие экскурсии с молодежью. Примеры мужества и самоотверженности наших прадедов не только открывают глаза на то, как непросто добывалась победа в Великой Отечественной войне, но и влияют на формирование взглядов и убеждений подрастающего поколения. В преддверии празднования Дня Победы начальник Краевого главка Андрей Мишагин встретился с ветераном Великой Отечественной войны, пенсионером МВД Виктором Глушковым. Виктору Андреевичу 96 лет и около трети всей своей жизни он посвятил служению Отечеству. Его путь начался в 1943 году, когда 18-летний молодой человек стал курсантом Вольской школы авиационных механиков. За плечами ветерана несколько десятков боевых вылетов. За мужество и отвагу Виктор Андреевич награжден Орденом Отечественной войны второй степени, медалями за боевые заслуги, за победу над Германией, за победу над Японией, за доблестный труд. В 1987 году Виктор Андреевич вышел в отставку полковником милиции. Мы поздравляем вас с Днем Великой Победы и желаем мирного неба и только добрых новостей. А если вам понадобится помощь полицейских, звоните по номеру 02 с городского телефона, 102 с мобильного и 112 вызов всех экстренных служб. С вами был Роман Вейстерап. С праздником! Редактор субтитров А.Семкин